Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Берду Мухамедов присвоил Эрдогану звание почетного старейшина Туркменистана. Национальный лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в Аркадаг. В Ашхабаде пройдет выставка в честь 16-летия СППТ и другие новости. Глава Туркменистана Сердар Берду Мухамедов присвоил президенту Турецкой республики Реджепу Таипу Эрдогану по случаю его 70-летнего юбилея звание почетной старейшина Туркменистана. Как отмечается в послании главы государства, почетное звание присвоено президенту Турции за огромный личный вклад в развитие туркмена-турецких отношений. Заслуги направлены на сплоченность двух народов, а также по случаю его дня рождения. Национальный лидер туркменского народа Гурбангул Берду Мухамедов посетил с рабочим визитом город Аркадаг. Целью поездки стал осмотр строительных объектов, запланированных к возведению в новом умном городе государственного значения. Глава Халтмаслахаты ознакомился с проектной документацией, с рематериалами и провел рабочее совещание с руководителями профильных ведомств. 17-19 марта в выставочном центре торгово-промышленной палаты Туркменистана пройдет многопрофильная выставка, посвященная 16-летию создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Посетители смогут ознакомиться с современными достижениями частного сектора экономики Туркменистана, увидеть образцы инновационных продукций предприятий, новые виды услуг, предлагаемых бизнесом. Желающие принять участие в выставке по случаю 16-летия СППТ должны обратиться в Союз письменно до 28 февраля. Туркменские студенты приняли активное участие в выставке к Международному дню родного языка, организованной в Московском государственном юридическом университете. На туркменском стенде при поддержке посольства Туркменистана в РФ были представлены туркменский язык и литература. Стенды украшены лозунгами. Потомкам запомнится Махтункули. Поистине станет устами туркмений. И здесь братство обычаи, и дружба закон. Был приурочен к 300-летию юбилея классика туркменской литературы. На сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано более 300 интернет-магазинов, которые торгуют продуктами питания, товарами повседневного спроса, одеждой и стройматериалами, мебелью и другой продукцией. Увеличение количества электронных торговых площадок связано с ростом спроса на онлайн-услуги, повышением скорости интернета и регулярным снижением тарифов на услуги операторов Туркмен Телеком и Алтынасы. Всему этому способствует целенаправленная работа в рамках реализации государственной программы по развитию цифровой экономики в Туркменистане на 2021-2025 годы. В Туркменистане пройдет очередная олимпиада по русскому языку для учащихся 10-11 классов, организованная Туркменским национальным институтом мировых языков. К участию в двухэтапном состязании приглашаются старшеклассники из всех общеобразовательных школ страны. Первый заочный тур пройдет 6 марта. Второй очный тур состоится 27 апреля в формате тестирования, непосредственно в институте. Спустя десятилетия после завершения киносаги, история о юном волшебнике Гарри Поттере получит новое воплощение в виде сериала. Стриминговый сервис «Макс» объявил о планах экранизировать все семь книг Джоан Роулинг, а премьера первого сезона состоится в 26-м году. Создатели сериала уже провели встречу с Джоан Роулинг, чтобы заручиться ее поддержкой и обсудить детали проекта. Планируется, что сериал будет состоять из семи сезонов. По одному на каждую книгу. При этом главные роли исполняют новые актеры, не задействованные в фильмах франжизы. На бостонском аукционе были проданы уникальные наручные часы, ставшие свидетелями атомной бомбонтировки Хиросимы. Небольшие часы с медным корпусом застыли в момент взрыва, зафиксировав время в 8.15 утра. Роковой час для японского города. Сквозь помутневшее стекло можно разглядеть стрелки, завсегда застывшие в этом жутком моменте. Имя нового владельца часов, который приобрел за 31 113 долларов, не разглашается. Футболисты Аркадага одержали победу в товарищеском матче. В контрольном спарринге на сборах в ОАЭ подопечные Владимира Байрамова со счетом 2-1 обыграли действующего двухкратного чемпиона и обладателя Суперкубка Кыргызской республики Абдешату из Канта. В новом сезоне, который стартует 4 марта, Аркадаг готовится отстоять чемпионский титул. В рамках подготовки к нему подопечные Владимира Байрамова провели учебно-тренировочные сборы в Турции и ОАЭ, в ходе которых приняли участие в шести контрольных встречах, одержав три победы, один раз сыграв в ничью и дважды потерпев поражение. Золотую и серебряную медали завоевали дюдаисты Туркместана на завершившемся в Польше открытом первенстве Европы. Награду «Высший проб» завоевала Маиса Пардаева. Этого успеха 19-летняя спортсменка добилась в весовой категории до 57 кг. В финале туркменская дюдаистка взяла верх над представительницей Испании Мартой Гарсия Мартин. Вторую медаль команды Туркместана принес 20-летний Сердар Рахимов, завоевав серебро в весовой категории до 66 кг. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова